итак всем привет на часах 2 часа ночи если вы живете в ульяновске или в самаре и час ночи по москве час 03 в общем завтра утром от меня ждут монтаж нового эпизода заваренный бизнес так получилось что я его до сих пор не сделал и мне очень тяжело всем привет на часах 2 вот и мне очень тяжело заставить себя заняться этим делом поэтому я решил использовать лайфхак и сделать это публично и заодно может быть кому-то будет интересно понаблюдать за тем как происходит работа над монтажом заварили бизнес у меня есть бутылка воды чашка кофе и киндер да поможет она мне подожду еще две минутки и буду начинать так спрашивают будет ли чатик за чатиком можно приходить в мой канал канал выглядит вот так и чат а вопросы можно задавать в чате вот здесь ссылка должна быть сейчас у вас на экране я не обещаю что буду активно отвечать на вопросы потому что время позднее и не действительно важно успеть сделать монтаж чтобы завтра с утра ребята могли уже начать работать над чистовым звуком вот но попробую ответить так ну что погнали я работаю в рейпере это моя любимая отлично так у меня все хранится на внешнем жестком диске потому что ты недавних пор у меня был ноутбук с очень небольшим объемом памяти так и все файлы у меня живут вот здесь почему-то во время стрима больше всего тормозит finder так это запись которую мы сделали сегодня днем вместе с сашей волковой перетаскиваю сюда и это пригодится нам потом расскажу позже что это такое и пожалуй пока все сворачиваем покрасим еще раз все в красивые цвета я себе в рейпере настроился так чтобы не было ничего лишнего если кому-то потом будет интересно могу поделиться своими настройками вот так теперь у нас все красиво так этот трек у нас будет называться саша это будет трек с синкс с синхронами и сразу создаю еще один трек трэш туда у нас будет идти все что скорее всего не войдет в подкаст и не войдет никуда вообще и последним треком у нас будет патреон сюда я буду складывать то что возможно пойдет на патреон куда мы выкладываем то что не вошло в основные в основные выпуски так еще из непредвиденного может случиться такая вещь я могу очень сильно захотеть спать непреодолимо и тогда я это сделаю вот и продолжу на следующий день так в чате вижу что спать пишут что не слышно было сейчас все хорошо окей поехали дальше сейчас мне важно для начала отслушать быстренько все слушать и понять что из этого я оставлю что удалю точно для начала удалить то что точно мусор поэтому я увеличиваю скорость прослушивания но для начала до 200 бпм и врубаю я только что позвонил на какой-то google и свет у тебя специальный да воу так я себя слышу ну свет то ладно мы же подкаст пишем но так здесь какие-то разговоры которые у нас были в начале они нам точно не понадобятся пока искала назад или если понадобится то совсем потом пока искала на озоне все эти штативчики и все такое прочитала только у ребят что во первых некоторые штативы продаются без держателя телефона их надо отдельно и ты это не выпаливаешь сразу и сильно обламываешься когда приезжает бывает что у них высота так вот этот точно в трэш нажимаю с и перетаскиваю это даже не перетаскиваю нажимаю так вот alt r и все вот так само сдвигается и теперь вот так и мьютую дорожку трэш тоже в общем то у меня остается только одна дорожка которую слышно поехали так пока искала на озоне все эти штативчики и все такое прочитала только у ребят что во первых некоторые штативы продаются без жателя телефона их надо отдельно и ты это не выпаливаешь сразу и сильно обламываешься когда приезжает бывает что у них высота всего полтора метра и соответственно ты не можешь снимать себя стоя и так что он тебя вот так вот сверху вниз колбасил то есть надо брать хотя бы на два метра есть фидбэк что если круговую лампу как у меня сейчас покупать то они бывают подешевле 20 а бывают подороже 30 и вот тебе 30 лучше иначе тебя плохо освещает если ты не прям рядом с ней ну это я не проверял рассказывает про штативы для съемки видео здесь мне понравилось все сразу в комплекте а я не тот человек который любит долго думать вот поэтому а я забыл одну важную деталь ха-ха очень смешно мы этот эпизод записывали с Сашей вместе поэтому там есть я и мне нужно взять свою дорожку два часа ночи сказываются поэтому я вытаскиваю из рекордера вот эту штуку вот эту штуку и идем сюда так и сейчас тогда мне нужно будет немножко все откатить сделать как было и нам нужно будет синхронизировать дорожки так для начала я должен вытащить эту дорожку так это у нас должно быть вот здесь он 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 и и эта запись у нас была где-то наверно это так date modified 12 мая кажется у нас у меня в рекордере сбилась дата и поехала нумерация значит это у нас была запись запись у рекордера zoom h5 и zoom h1 есть одна неприятная особенность когда они когда вы меняете в них батарейки у них часто сбивается дата и время и вообще все настройки это очень неприятно но приходится с этим жить такс вот это возможно оно сейчас проверим да я тоже довольно рано включила еще когда мы да это оно и есть я записывал две дорожки я записывал дорожку из зума сашину она нам сейчас тоже пригодится и записывал свою дорожку перетаскиваю все это вот сюда вставляем это как отдельные треки а нет вру не перетаскиваем нам сначала нужно это скопировать к себе в папку на диск потому что с флешки это все будет очень сильно тормозить вот и пока что теперь ждем пока скопируются файлы и пока у нас перерыв можете если вы в чате то задать какие-нибудь вопросы а и и и и и и и и напад лей и и и и и и и а и и Сначала я за него платил, потом мне надоело за него платить, и я его взломал, вот, а потом меня заела совесть, и я решил, что ну что же такое, я же подкастами уже довольно долго занимаюсь, надо использовать либо, надо либо платить, либо использовать какой-то бесплатный инструмент. Я скачал Reaper, который иногда просит кушать, но не очень настойчиво, вот, во-вторых, ну, в Reaper есть все, что нужно, у него, единственное, что у него довольно-таки, ну, не очень красивый интерфейс, по сравнению, там, не знаю, с Audition или с Logic, с другими программами, но там все настраивается, и поэтому я вот себе настроил так, чтобы там меня ничего не раздражало. А самая классная штука, которая мне понравилась, пока я разбирался с ним, на это ушел примерно один день, чтобы разобраться, это то, что есть огромное комьюнити пользователей Reaper, и есть куча туториалов на YouTube, и статей, и форумов, и, в общем, практически на любой вопрос, который я вбивал в поиске про Reaper, я получал ответ. Вот. Демит спрашивает, сколько примерно по времени занимает монтировать подкаст? Это такой вопрос, на который мне всегда сложно ответить, вот сейчас узнаем. Я думаю, что на один эпизод, обычный эпизод «Заварили бизнес», который у нас не в формате диалога, а в формате такого монорассказа, уходит, наверное, часов 10-12. Так. Запись должна быть. Мария спрашивает, будет ли запись. Запись должна быть. YouTube обещает все сохранить. Так что, если вы тоже хотите очень сильно спать, то не отказывайте себе в этом. Так. Кажется, у меня все перекинулось, и я могу, наконец, приступить к монтажу. Еще раз показываю каналы чат для тех, кто хочет задавать вопросы. Я надеюсь, что у меня сейчас не очень будет много времени, чтобы на них отвечать. Но если... Но смогу ответить потом, завтра. Так что, заходите. Так, все, я выкидываю отсюда карточку. Ага. Так, теперь у меня есть все необходимые файлы здесь. Ага. И я их перекидываю уже в Reaper. Вот сюда. Так, это у меня дорожка будет называться Артур. Почти получилось. А эта дорожка будет называться Саша Zoom. По ней мы будем синхронизироваться сейчас. Мои методы работы со звуком, скорее всего, вообще не самые оптимальные, потому что я довольно сильно ленюсь автоматизировать и упрощать себе жизнь. Вот, но какие есть. Так, теперь синхронизируемся. Берем дорожку Саши Zoom и Артур. И пытаемся синхронизироваться. Допустим, найдем какой-то момент, где уже точно Саша что-то говорит. Пока искала на зоне все эти штативчики. Так, пока искала на зоне все эти штативчики. Теперь ищем эту фразу на дорожке Саша Zoom. Так что если вы увидите, что что-то точно можно делать более оптимальным способом, то обязательно мне напишите, потому что я люблю учиться. Так, кажется, вот она, да, была? Ну-ка. Пока искала на зоне. Ага, да, это она. Ну и вот руками вот так вот я подтягиваю. Пока искала на зоне. Мне не нужно прям очень сильно синхронизировать со стопроцентной точностью. Достаточно просто, чтобы примерно было все там, где нужно. Пока искала на зоне все эти штативчики и все такое. Вот, это поможет мне синхронизировать Сашину дорожку, которую она писала у себя дома, с моей дорожкой, которую я писал у себя дома. Теперь можно выкидывать дорожку Саши Zoom. Она нам больше ни за чем не нужна. И вот у нас осталась дорожка Саша и Артур. О, ну-ка посмотрим, что у нас теперь вышло. Пока искала на зоне все эти штативчики и все такое, прочитала только у ребят, что, во-первых, некоторые штативы продаются без держателя телефона, их надо отдельно, когда приезжает. Бывает, что у них высота. Так, тут я что-то мычу, непонятно, синхронизировалась или нет. Этого я не проверяла, потому что я сразу купила 30, но есть такой фидбэк. Угу. Я тоже думаю купить какую-нибудь большую. Типа, ага, да. Все синхронизировалось, все отлично. Окей. Теперь можно приступать к нарезке. И, как я уже говорил в начале, для начала я выкидываю мусор. Во-первых, можно сделать вот так. Потому что мне не нужно все то, что происходило до того, как Саша включила запись. И теперь я снова ускоряю все. Наверное, примерно в два раза. Вот, два. Попробуем сначала так. И погнали. А, да, в Reaper есть удобная штука, которую я вам сейчас покажу. Называется Ripple Editing. Она, в общем-то, есть практически везде. Сейчас покажу, зачем она нужна. Нормально сидеть. Так. С пультиком. Я вчера нашел офигенный канал. Так, здесь Саша рассказывает о том, что у нее появился классный свет для записи видосов. И теперь у нее есть штатив для камеры телефона. И, наконец-то, она удобно сидит во время записи подкаста. Видишь ссылку? Да, сейчас кинем. Я потому что... Так. Мне не нравится то, что у меня звук Сашин плавает из одного уха в другое постоянно. А происходит это из-за того, что Саша пишется на стереорекордер. И, соответственно, звук бегает из одного уха в другое. Сейчас мы приведем это в моно. Я делаю это с помощью плагина, как называется, имиджер. Вот он. От компании Waves. Этот плагин делает... Превращает стерео в моно. Если... Или, наоборот, расширяет стереопанораму. Вы, акинешь ссылку? Да, сейчас кинем. Я потому что не знаю, как ставить света. Вот можно посмотреть, как было. Типа штука у меня появилась. Вот здесь видно, что звук плавает из одного уха в другое. Я плохо поставила высоту света. Я плохо поставила. Пуру на другом. И теперь будет видно разницу. Как бы дубинка у меня появилась. Опа. Как ей пользоваться, я не знаю. Все одинаково стало. И теперь я сразу добавлю остальные эффекты, которые я обычно использую во время монтажа. Хотя бы они нужны, как минимум, для того, чтобы слышать, как все будет звучать. Эти эффекты у меня сохранены в виде пресета. FX Chains, Voice Basic. Сейчас они должны добавиться к моему имиджеру. Так. Не надо мне ничего такого, что вы мне предлагаете. И здесь у меня есть плагин RX Voice Denoist, который убирает шум из записи. Его я пока отключу, потому что он довольно ресурсозатратный. Есть базовый эквалайзер, который отрезает лишние частоты наверху и внизу. И есть компрессор, который выравнивает громкость звука. Я всем этим пользуюсь сейчас только для того, чтобы мне было приятнее слушать. А потом я все это отключу, потому что финальный звук подкаста делает подкастерская. Потому что я не знаю, как ставить свет. То есть типа штуку... Окей. Все. Достаточно. И, в общем-то, себе могу накинуть те же эффекты. Просто для красоты. Тоже отключу Denoist и проверю настройки, что у нас с компрессором получается. И картинку разнообразит. Но если ты посмотришь видеоблогера, у него бывает такой цветной какой-то фон, цветастый. Вот это вот как раз. Я сейчас кинул Хохлова Соботовского, еще я нашел одного чувака. У него есть тоже... Ага. Все. Окей. Этого достаточно. Погнали дальше. Тут у нас всякие предварительные разговоры. Мне нужно найти, где мы уже начинаем запись. А эти предварительные разговоры я пока запихну в трэш. И мне здесь понадобится еще одна дорожка. Потому что мы с Сашей вдвоем разговариваем. Это делается вот так. Так, нет. А это... Как сделать так, чтобы это оттуда вышло? А это мне нужно перетащить вот сюда, вот сюда и вот сюда. Так, и в итоге у меня получится вот так. Yes. Ага. Погнали искать. Круговую лампу, как у меня сейчас покупать, то они... А-а-а! Отвестительно. Но я рада, что данный анекдот не умер. Так, тут я рассказал ужасный анекдот. Очень интересно, чтобы вы его не слышали. Тебе хорошо. Вот, есть предложение? Новости или мы будем вопросы обсуждать? Так, это все наши предварительные разговоры. Мотаем, мотаем, мотаем. Это происходит за моим полем зрения. А я делаю свою работу. Ну, там весь этот digital marketing и все такое. И все. Вы можете в соцсетях... Есть у меня кое-что, куда можно это все впихнуть. Там, и тут шаблон письма для арендодателя, объявление на... Предлагает чувакам, вы можете в соцсетях Lexus. Так, вот ты запись включила? Да. Ага. Окей. Ну что, привет. Вот здесь мы начинаем. И как раз здесь я покажу вот эту штуку. Я разрезаю все это. Нажимаю Alt-R. Нажимаю Command-X, чтобы все это вырезать. И у меня все дорожки переместились в начало. И теперь я выключаю Ripple Editing. Это именно его я включал. И вставляю все вот сюда. Ага. Все. Теперь у меня... И поехали. Так, и, наверное, вот этот трэш весь, мы его будем отодвигать на другую сторону. Вот сюда. Чтобы он нам не мешался. Так, погнали. Ну что, привет. Привет. Мы с тобой не виделись, наверное, сколько? Недели полторы, две, три? Я сбился со счету, потерял еще день. Я тоже, боже. Просто у меня тоже один большой день. Но я знаю про твою самую супер большую новость. И честно говоря, я уже много кому проболталась о ней. А, кому? Так получилось. Мы с Никитой почувствовали, что очень мало видимся и мало созваниваемся. То есть мы вроде как партнеры, но при этом он делает свое дело. Обжарка, доставка. Для меня это просто магия, которая происходит за моим полем зрения. А я делаю свою работу. Ну, там весь этот диджитал-маркетинг и все такое. И все. И мы прям потеряли контакты, поэтому мы решили делать созвончики каждую неделю по средам. Наделать в Инстаграме, чтобы если кому-то интересно послушать нашу бытовуху, он может подключиться и это послушать. И, конечно же, первым делом я рассказала про Big News. Но потому что я не сдержалась. Ну ладно, давай тогда я скажу, что у меня родилась дочь. Два дня назад. Практически. И я вот сегодня только что вернулся как раз из роддома, смог, несмотря на карантин, просочиться. И впервые ее увидел. Вот так вот. И даже потрогал. И это просто... Это просто вообще. Это невероятно. А я слушателям скажу, я первым делом спросил Артура на кого, она больше похожа на тебя или на Аню. А у меня отвечает, пока на кабачок. Ну да, потому что они же рождаются такие... Все непонятные. Ни разу не видела. Про стримы, на самом деле, подумал, что мы могли бы тоже стримить запись вот такого эпизода. Про стримы, на самом деле... Так, тут это точно нам не нужно будет, эта ремарка. Я нажимаю S, чтобы все это разделить. Так, и тут мы обсуждаем возможность стрима. Спросили, типа, когда следующий выпуск и когда будет стрим с Артуром. Смотри, мы можем сделать с тобой... Так, вот раздает вопросы, да. А вот можно было бы как-то через Дискорд? Тут мы с Сашей обсуждаем механику, как можно было бы сделать, чтобы провести условно-живую онлайн-запись подкаста, чтобы слушатели могли понаблюдать, как это все происходит. Так. Вопрос? И выводить в эфир этого человека. Ну, это типа могу быть я. Вот, понятно, что вопрос... Сделал прям с вырубанием в эфир, вот это все. Это прикольно показывать свои технические возможности. И... А, там, как его? Богомолихе? Ага. В тех... Ту-ту-ту-ту-ту, рекламная пауза. Ну, странно. Так, погоди, ты... Так, а тут до меня дошло. Вот эта вот штука, она включает разные режимы ripple editing. Когда у нас она выключена, если я нажимаю, например, S, и здесь S, отделил этот кусок и удалил, у меня образовывается дырка. Если у меня включена... Включена ripple editing вот в таком режиме, per track, то когда я нажму удалить, у меня удалится только кусочек этого трека. И если я включу режим, который называется ripple editing all tracks, то когда я нажму delete, у меня удалится этот фрагмент таймлайна на всех дорожках. Вот. Но мне сейчас вообще ничего не надо удалять, поэтому я все возвращаю как было. Я увидел вот так вот и даже потрогал. И это просто... Это просто вообще. Пока ты кабачок. Ну да, потому что они же рождаются такие... все непонятные. Ни разу не видела. Так, погоди, ты... Я сейчас... До меня только что дошло. Ты на стриме с Никитой рассказала, что у меня глаз дочь? Прикольно. Ну, Никита все время спрашивает о тебе. С тех пор, когда он послушал выпуск о... этом... каково? Богомолихе? Ага. С тех пор ты стал намного ближе. А ты... В общем, его интересуют все твои новости. Ага. Поэтому да. Так, тут вот всякие разные технические огрехи, оговорки. Это я буду чистить потом. Ну, наверное, после того, как мы три часа с ним разговаривали для последнего выпуска подкаста ночью, мы стали с ним еще ближе. Кстати, апдейт по поводу моих домашних животных. Богомолька, как все помнят, умерла. Теперь у нас 29 палочников. Вот эти все небольшие правки будут потом. Тут что-то, возможно, нужно будет вырезать. Это уже я буду смотреть, когда станет понятен масштаб бедствия и финальный хронометраж. Кстати, давайте посмотрим, сколько у нас сейчас занимает эта запись. А, не так долго, кстати. 42 минуты всего. А, нет. На самом деле 84, потому что сейчас мы на ускоренной перемотке. Это, значит, час двадцать. Ну, в общем, надо будет дорезать как-то до минут сорока. Посмотрим, что получится. Это такие... Если вы смотрели фильм «Фантастические твари», то помните, что там у главного героя была такая зеленая букашка длинная, похожая на палочки. Его звали... Не помню, как его звали, но его называли... По-моему, эти существа назывались «Личурки». Вот, и... Я только хотела спросить, кто вообще заводит насекомых. Мы. Вот один из детей, Святослав, очень, оказывается, захотел палочников, и какой-то из дней он просто нашел на Авито объявление, что у нас кто-то бесплатных раздает. Мы поехали, задонатили 300 рублей и получили вот такую... Пол-литровую банку палочников. Вот. А мы думали, что мы возьмем троих-четверых, а оказалось, что их там 29. О май гад, у тебя действительно большая семья. Да, и еще два тритона. Господи. Это такие ящерки, которые его одеживают. А я сегодня как не ведусь храбости кота завести. Или собаку. Знаешь, с палочниками и тритонами попроще. Ну, с палочниками особенно. То есть предлагаешь потренироваться на тритонах, а потом завести полноразмерное животное? Ну, насчет тритонов неуверен, а палочники отлично. Он прям, мне не так понравились такие лапки. Я уберешь на руку, и он так, знаешь, у него такие... Вот, как будто перышком тебя трогают. Вот. Да. Вот, в общем, они очень милые. И я тебе расскажу... Для тех, кто дослушает до конца, я расскажу один необыкновенный факт о палочниках. Я забыл это записать. Так, что вообще обо мне и обо мне? Ну, да, родилась у меня дочь. Потом дозапрешься, значит, что она теперь ведет этот подкаст. У меня еще даже имени нет, поэтому она не может вести подкаст. Я разговаривать не умею. Нет, мы ждем, когда она как-то вот проявит свою, как сказать, свою я, свою личность. Вот. Да, у нас есть шорт-лист, как бы, но хочется немножко посмотреть на человека сначала. Ау, что-то отвалилось. Так, я отключу пока все-таки эффекты, потому что из-за них все тормозит. Оставлю только у Саши имиджер. А вот это все отключу. Блин, я очень хочу услышать эту историю, когда вы такие... Ну, вот она вот так вот поползла и вот так вот погукала, поэтому мы сразу поняли, это Ульяна или это Настя. С Ульяной проще родилась в Ульянушке, значит, Ульяна. А, точно, видишь, как я попала? Знаешь, какой есть вариант? У нас друзья делали ставки на дату, когда она родится, и мы думали назвать в честь того, кто угадал. Вот, ну, угадал Василий, поэтому немножко замешательства. Усилиса. Вот. Вася, привет. Вася слушает наш подкаст, каждый не пропускает. Так, это я вырежу. Достаточно привета. Супер. Вот. Я, честно говоря, думала, что мы не скоро еще запишемся с тобой, учитывая, но... Я, честно говоря, я просто вот... У меня как будто все тоже в какой-то один день склеилось, и последние три дня. Вот, но я участвую, что мы, наконец, с тобой уселись, включить Zoom. Так. Да что ж все так тормозит, друзья? Я, я, честно говоря, думала, что... Ага, вот, вот досюда где-то мы все вырежем. Вот этот файлент. Так. Вери на Аню, а у меня отвечает, пока на кабачок. Ну да, потому что они же рождаются. Ни разу не видел их. Так, что-то я лишнее вырежу. Ну-ка. Оу. Или это Настя. С Ульяной площадкой. С Ульяной площадкой, значит, Ульяна. А, понятно. Угу. Я, 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 честно говоря, думала, что мы не скоро... Вася, привет. Я, я, честно говоря, думала, что мы не скоро еще запишемся с тобой, учитывая новость. Я, честно говоря, я, я просто вот, у меня как будто все тоже в какой-то один день склеилось, и последние три дня. Вот, но я очень рад, что мы, наконец, с тобой уселись, включить Zoom, подключить микрофон, и смотрим друг на друга, и записываем подкаст. Ну что ж, давай разгоняться. А мы уже. Мы с тобой три недели, да мы с тобой три недели не виделись, расскажи мне вообще, что происходит. Последнее, что я помню, что ты... Свой подкаст. Ну что ж, давай разгоняться. Хорошо, интернет-магазин. Смотри, мы закрыли кофейню на карантин, и думали, что просто в интернет-магазине, ну, как бы отсидимся. И самое простое решение, это просто взять ту аудиторию, которая уже у нас есть, и предложить ей... Обратите внимание, если взять обычный хронометраж, то где-то уже семь минут мы с Сашей разговаривали на одну тему. То есть нужно там будет явно что-то сокращать. Семиминутное вступление, это очень долго, как мне кажется. Хорошо, интернет-магазин. Смотри, мы закрыли кофейню на карантин, и думали, что просто в интернет-магазине, ну, как бы отсидимся. И самое простое решение, это просто взять ту аудиторию, которая уже у нас есть, и предложить ей наш продукт. Что мы сделали? Это позволило нам сразу, быстрее, чем я думала, я всегда пессимист, выйти на такую-то планку продаж, которая необходима для базового содержания нас с Никитой. Типа мы оба получили за месяц примерно среднюю зарплату баристов в Москве. Я думала, что мы к этому придем через два месяца, но мы уже в первом месяце этого добились даже с небольшим опережением. Нефтяк. Да, ну, честно говоря, я не очень умею прям порадоваться. Хотя, вроде, мы идем с опережением плана, но я такая, но. И дальше начинается но. Наверное, мой личный апгрейд будет, когда я научусь сначала отпраздновать победу, а потом же доставать все но и начинать по ним работать. Я как будто этот вот маленький моментик упускаю каждый раз. Мы даже не отпраздновали никак. Сегодня 14-е число, и это как раз последний день нашего месяца. Не календарного, но мы запустились 14-го, и сегодня 14-е. Так что можно прям подводить итоги месяца. Итак, но. Окей, у нас есть какая-то аудитория, и мы с ней поговорили. И вот тот отклик, который мы получили от аудитории, классный, но это как бы все. Дальше мы можем просто продолжать делать то же самое. Параллельно буду вести конспект разговорок. Но я-то, конечно, хочу найти новую аудиторию. Для меня наконец-то стало что-то значить словосочетание «Точка роста». Мы как-то долго крутили слоган «Поможем найти точку роста для вашего бизнеса». Это такая точка роста. Что? Что это значит? Какая-то гребанная абстракция. Где вы это крутили? В Аваторе. Ну, мы же в Аваторе придумали много всякого маркетинга, и в том числе, вот, чем Аватор помогает бизнесу? Помогает найти точку роста. Точка роста. Что это значит? Это когда ты находишь какой-то или канал продаж, или какой-то способ продавать какую-то аудиторию, которая раньше не была. Вот у тебя есть статус-кво, вот такой объем твоего бизнеса. Это то, что мы зафиксировали за первый месяц. Но как нам развиваться? И тут началось. Даже не знаю, как тебе все рассказать, все, что было за три недели. Первое. Был скепсис, в принципе, по поводу холодных продаж. Потому что, если мы разговариваем со своей аудиторией, они понимают, кто мы, как мы относимся к делу, насколько классно мы разбираемся в кофе. Они понимают, почему купить кофе лучше именно у нас. И потому что это часть классной истории, и потому что они знают, насколько Никита клевый спец. Именно кофе. Но если мы заходим в совершенно холодную аудиторию, холодной продажи, например, в поисковике тебе выплывает объявление, типа, хочешь классный кофе, нажми сюда. Ты заходишь на сайт, и что ты видишь? Бренд, который тебе неизвестен, в очки кофе, который ты видишь впервые, и цена, которая не самая низкая на рынке. Ну, всегда можно зайти на озон и купить намного дешевле. Качество будет ниже, но на нашем сайте ничто не говорит о том, чем мы так особенно хороши, почему стоит выбрать нас. И ты попадаешь в странную ситуацию. С одной стороны, ты хочешь обратиться к новой аудитории, с другой стороны, тебе слишком долго, слишком много всего надо тебе сказать. С одной стороны, ты хочешь обратиться к новой аудитории, с другой стороны, чтобы ее убедить купить от тебя, тебе нужно очень много всего ей донести, рассказать. но это выглядит как ты кликаешь по ссылке в поисковике попадаешь на лонгрид где фотографии нас никита история всего нашего пути фотки никиты где он становится я очень боюсь обмануть позвоню написано что он ошибиться вычищать какие-то куски и и кью грейдер кофейный джедай член ассоциации с и и кью грейдер никите я потом дозвонился и нужно будет куда-то сюда это вставить чем на грейдер и член ассоциации с к до сейчас доставляет сейчас попробуем так тут мои долгие неудачные попытки дозвониться никите это я москва уже видела послал его а напишем просто голосовуху типа никита что значит голосовуха и ответить но они как сможет короче а так вот это я все вырезаю точно потому что это неудачные попытки они мне кажется здесь не пригодятся так все эти попытки заходишь на заварили рот смотришь да кью грейдер и член ассоциации с к да скорее всего да сейчас я попробую ему позвонить так вот это я вырезаю короче ну это противоречие зачем человеку с нуля братья погружаться в нашу офигительную историю таким образом есть версия что может быть холодная продажа в принципе не наша и все что нам нужно это развивать площадке где мы рассказываем о своем зерне и классном продукте о своей истории сейчас у нас есть вот этот подкаст и телеграм-канал но там я рассказываю так что то у меня звук попадает что это такое где мы рассказываем о своем зерне и классном продукте о своей истории сейчас у нас есть вот этот подкаст и телеграм-канал но там я рассказываю все-таки не про кофе и его заварку и всякие нюансы а про бизнес это не многосложноватый путь находишь предпринимателей именно предпринимательских людей которым интересна именно история про бизнес а еще и предлагаешь купить кофе то почему бы не делать площадку, где ты разговариваешь именно про кофе. Про кофе, кофейные истории, людей и вот это все. Поэтому я стала развивать Инстаграм, чтобы иметь возможность в долгую работать с людьми, рассказывать им нашу историю, показывать классные картинки и все такое, чтобы в какой-то момент они подогрелись достаточно, чтобы зайти и купить. То есть это такой путь, подогревать людей, а не пытаться сразу идти в холодные продажи. Так. Сейчас это Телеграм про бизнес и Инстаграм про кофе и людей. Может быть, потом залезу в ТикТок. Он мне дико нравится. Мне Стасия, одна из подписчиц, рассказала всякие фишечки ТикТока, которые меня прям завораживают. Расскажи, расскажи, расскажи. Ну, например, что мне больше всего понравилось. Блин, забыла, как называется на хэй. О, Никита Бойса записал какие-то. О, давай его слушаем. Привет, я слушаю, сейчас на... Так, вот тут я не знаю. Никита записал... О, Никита Бойса, совы. О, давай его слушаем. Привет, я слушаю, сейчас на... Может быть, их стоит оставить. Посмотрим. О, давай его слушаем. Привет, слушаю, сейчас на доставках вдоль улицы вот это всё. Могу сейчас набрать или уже типа вечером... Верю. Сейчас я его наверху. Так. Тут... Незаконченная мысль была про тик-ток. Тут у нас идёт... Голосовые от Никиты. Дозвонился до Никиты. Так, и тут разговор с Никитой. Здорово, Никит. Всё, спасибо, дорогой, спасибо. Его просто пока... Всё хорошо, там скипну, его нужно будет редактировать вручную. Ну, более пристально. Потому что разбивается мысль. Нет, у меня нет. Я вроде осталась в ней. Так. Так. Всё хорошо, потому что... Нет, у меня нет. У меня вроде осталась в ней, да. Так что... Так, вот это удаляем. Идём дальше. Так что моя задача сейчас, если я поняла, что холодные продажи довольно... Не самый комфортный для нас путь, поэтому надо научиться расширять базу наших подписчиков, людей, которым мы интересны. Сейчас она очень концентрированная... ...бизнес-аудитория. Но понятно, что кофе пьют не только предприниматели, поэтому Инстаграм я стараюсь сделать про кофе... Ааа, почему попадает звук? ...только предприниматели, поэтому Инстаграм я стараюсь сделать про кофе, людей и про всякие истории, и гораздо меньше про бизнес. Правда, я получаю и обратный фидбэк, типа... Боже, почему оно так тормозит? А можем сделать какой-то пререндер интересный здесь, чтобы оно... Хм... I see new take... Так не хочу... Ту-ту-ту-тын, ладно. Конечно, всё начинает сильно тормозить из-за трансляции. Но ничего, держимся пока. Почему вы в Инстаграме не рассказываете про ваш классный Телеграм-канал и про то, как вы там делаете бизнес... Ммм... ...делать молочную пенку в домашних условиях, а ещё какая у нас марша за прошлый месяц. Ну, вот, странно. Поэтому я разделила площадки Телеграм про бизнес, Инстаграм про кофе людей. Слушай, ну, я стараюсь делать... ...обычный... ...обычный кофейный инстик, где... Ну, как, обычный, они... Обычно те инстики, которые я смотрю, кофейные, это очень классные прилизанные фотки, они явно нанимают фотографа и делают эффектные фотографии с напитком в разных... О-о-о... ...вай, почему... Так, тормозит... Вот, покупаем мощный компьютер после этого. ...вот покупаем мощный компьютер после этого. ...делают эффектные фотографии с напитком в разных интерьерах и всё такое. Я стараюсь делать какие-то штуки больше про людей, чем про кофе. Про то, про то, какие мы придумываем рецепты, и как мы пьём кофе, что он для нас значит. Вот, что-то больше про людей и меньше про сам кофе. Но, может быть, я и передумаю ещё. Слушай, ну, на самом деле, мне кажется, что... Вот, если мы вернёмся... Вспомним Фёдора Овчинникова и его блог «Сила ума», то, мне кажется, он там рассказывал обо всём как-то вот вместе. То есть это, типа, были рубрики какие-то, и вот наша выручка. И вот сколько мы заработали, а вот... Чем хорошая пицца отличается от нехорошей. Ну, я же тоже в Телеграм-канале так делаю, например, прошлый мой пост был о том, почему мы стали учить людей смешивать разные виды зерна. Это связано с бизнесом, но и с... Я просто купила себе кофейный сет. Я уже рассказывала, кажется, что кофейный сет стал самым популярным нашим товаром, да? Люди покупают сразу три пачки разного кофе, чтобы попробовать разное. Но недавно они все-таки закончились. Вот у меня три пачки, их каждый чуть-чуть зернишка. Einful Bran�, ня Frost. Недостаточно на заварку, но выкинуть жалко. И оказалось, что обжарщики давно научились решать эту проблему, они делают классные миксы. Никита не скинул несколько рецептов, но типа, смешая коллундефио, шяей... колдствиефио... Купает шоколадки. Я такая, воу! Что нужно, у меня как раз есть, 여н, чтобы сделать этот микс. То есть мы решаем проблему наших подписчиков, только в остатке зернишка. Я учусь сделать видос点 в Инстаграм, чтобы донести эту историю. В Телеграм я рассказываю об этом со стороны бизнеса, можете ли вы это слушать стоп 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 вообще вот то что я сейчас делаю надо было делать во время записи то есть по-хорошему как я себе это представляю должен во время записи с нами сидеть еще один человек который будет делать пометки о чем разговаривали в какие моменты какие и какие тайминги можно вырезать совсем безболезненно это конечно сэкономило бы кучу времени на пост продакшене но с нами такого человека не было я даже не знаю имеет стоит ли его вводить поэтому поэтому вот так погнали дальше надеюсь у вас еще голова не опухла от ускоренной речи и я делаю две штуки ваше рекламу по есть вероятность в принципе наше степени работает высокая цена критика из-за того что конкуренции особенно в москве плюс у нас на сайте непонятно в чем у тп может все сработает плохо мы продолжаем допировать тем более немножко надыблась халявы здесь мы до вас рекламная интеграция яндекса но я нет поэтому бесплатно у нас без да я не делал никакой промо не приложите инстаграм специально вот то что может быть все-таки что-то мы делаем правильно но ясно что это какая-то долгую и возвращаясь к точкам роста хочется научиться еще и просто тупо делать когда ты деньги кидаешь получаешь лидов вот можно так по простому и я делаю да Так, тут вот это вот точно можно брать. Вот отсюда. И до... Прикольно. Слушай. Чем мне нравится Reaper и ему подобные программы, то, что я могу сейчас резать довольно грубо, и потом, если я отрезал где-то что-нибудь лишнее, я легко смогу это вернуть. Вот так вот. Это очень клево. Прикольно. Слушай, так, ладно, нет, не буду тебя принимать. Это я просто промахиваюсь мимо кнопок. Удаляем. Окей, и вторая штука. Еще один подпись пришел, сказал, да, действительно, холодная реклама работает плохо, поэтому пусть как вам будет тяжело, темно, продолжайте это делать, и можно вместе через два числевые научить роботов находитесь в аудитории недороге. Но есть еще такая фишка, ты можешь делать такую же рекламу, как поиски на соцсетях, просто там, где-то вставать тебе реклама. Она может работать лучше, потому что, если ты сделаешь эмоциональный заряженный... Человек может совершить импульсивную покупку. Мы сделали прикольный ролик, где я такая, у тебя закрылась любимая кофейня, а мы знаем, что делать, заходи к нам на сайт, у нас там есть инструкция, еще мы привезем тебе зернишки. Захотелось. Да, ну вот. И, ну, это может работать. Он готов сделать первые такие рекламы, условно, бесплатно, в смысле, я собираю рекламный бюджет, но свой тут он пока готов вложить бесплатно. Стас помогает мне сделать классные ролики. Посмотрим, что из этого выйдет. То есть это как бы холодная реклама, но при этом эмоциональная. Это не то же самое, что просто информативная строчка в поиске. Слушай, такой вопрос возник, мы вместе с Аней слушали последний эпизод наш, и ты там когда-то сказал, что ты с Владимиром запускаете по запросам, а нафига запускать платную рекламу по запросам, которые и так ведут на тебя. А вот не знаю, я слышала две версии на этот счет. Первая версия, не надо этого делать, потому что люди и так ищут меня, и они все равно зайдут. Вторая версия, что это брендированная реклама, и она всегда ходит очень дешево, и целики дешевые, и если человек ищет Саша Волкова Заварили, говорят, он хочет прочитать статью про меня на РБК или послушать подкаст. Не хотелось бы этого, хотелось бы, чтобы он зашел, знаешь, на сайт и сделал подкаст. Нам как-то надо взаиминтегрировать подкаст и сайт на котором ты подаешь зерно. Да, мне хотелось бы другого. Есть еще и такой фитбэк, что ребята, мы заходим в Инстаграм и даже не понимаем, да, он прикольный, но мы даже понимаем, что это вот вы с этой своей истории. Как в Инстаграме интергировать эту историю, но в то же время, чтобы это был Инстаграм именно кофейный. Это все на уровне политики, понимаешь, то есть, мне, с одной стороны, хочется как-то развести контент на разных площадках, чтобы это был не тупой госпостинг, чтобы в Инстаграме все-таки было наше бизнес-сообщество, а в Инстаграме кофейное сообщество. Но при этом в Инстаграме больше представлять всю историю с подкастом, а как, ну, этот процесс поиска такой контентный, он интересный, я думаю, что мы в этом процессе, как туда переводить. Я, ну, если я готов, так как это касается подкасты, я готов с этим вместе думать и помогать. О, ништяк, давай, мне очень нужно с кем-то думать про эти штуки, потому что я же привыкла, когда я работаю в компаниях, я работаю в команде с другими контентщиками, и, как минимум, об кого-то думаю, а часто просто люди приносят классные идеи, я их только реализую. А тут я один-нодин с контент-планом, сама что-то придумаю. Есть еще одна штука, которая, вероятно, имеет отношение к тому, кого мы хотим пропиарить сегодня. Есть еще одна штука, лепотеза. Так, тут ремарка про потенциального рекламодателя, ее вырезаю, понятное дело. Есть еще одна штука. Вот так. Register. Тендс, тендс. Есть еще одна штука, лепотеза. У нас что-то есть такая проблема, мы придумываем миллион гипотез, что можно классно сделать, но все это требует ресурсов и времени. В результате мы занимаемся всем, и не очень получается, как это называется, приоритизировать. Даже слово забрыло, насколько я потом мой человекки. Для諦ий, они вы приоритизировали. Нет, это выше. Для諦ий, что вы приоритизировать, они вы приоритизировали. Что у меня вариоритизация была, чем смертель, астралья. Это будет необычный выпуск Заварили, тут более разговорный Поэтому я оставляю все эти шуточки Посмотрим Если что-то не будет вылезать Вырежем в конце Да, мы, кажется, сейчас будем заниматься тем, чтобы вычеркивать Из своих планов, что мы не будем делать ближайший месяц И под вопросом сейчас такая движуха Никита прочитал интервью с ребятами из самоката И узнал о том, как они тестировали свою гипотезу сначала на доставках только в своем доме А потом уже масштабировали И ему захотелось сделать доставку к офису, привезем через 30 минут То есть прямо сейчас кончился кофе Ты хочешь его прямо сейчас И точно не хочешь сидеть и размышлять На каком сайте у меня, учитывая все логистику, приедет побыстрее Понятно, мы привезем кофе за 30 минут Насколько оно рабочее, не знаю Но мы, наверное, это сделаем Но для этого много чего надо сделать Наверное, это должен быть лендинг на Тильде Внимание, еще один рекламодатель, который мы могли подключить здесь Так, нет Тильде мы упоминать не будем здесь Потому что... Но для этого много чего надо сделать Наверное... Потому что они хорошие ребята Но сейчас мы упоминаем бренды только, которые Купили рекламную интеграцию Пока такая политика Но для этого много чего надо сделать Наверное, это должен быть лендинг на Тильде Внимание Давай тогда просто скажем лендинг Тянем товары из онлайн-магазина Или сделать просто дубль онлайн-магазина Возможно, это должен быть лендинг Так Но для этого много чего надо сделать Наверное... Так, вот так пока вырежу Оставлю, потом почищу Лендинг, куда мы подтянем товары из онлайн-магазина Или сделать просто... Или сделать просто дубль онлайн-магазина Это создаст нам кучу проблем с заменами, с всеми делами Тем не менее, может, это такое нормальное решение Задача, чтобы был лендинг с товарами Куда человек приходит и сразу видит Мы приведем тебе кофе за 30 минут А у вас не тормозит стрим? Напишите мне в чатике, пожалуйста Потому что у меня все дружеские тормозит Невозможно Как бы у меня Вот это И вот это я приколую еще Может быть, это поможет? Нет, не очень помогает Ну, гипотеза. Почему нет? Единственное, всего лишь надо снять ролики, сделать рекламный кабинет, закинуть денег, настроить рекламный кабинет, сделать рекламу, ла-ла-ла-ла, короче, выглядит много работы. Снять ролики и перестать самокат. Да. Потрясающая шутка была. Ну вот видишь, Никита готов этим заниматься, потому что у нас появился стажер. Так. Мне это не нравится. Почему все так тормозит? Что у нас здесь происходит в ОБСе? Все вроде нормально. Почему здесь так тормозит? ...стажер на Бонстаграме, написал парень, сказал, что хочет поучаствовать в проекте и готов проработать курьером, чтобы посмотреть на нашу историю поближе. Мне это знакомо, да, я тоже пыталась с такой программой, только с красивым, так что я его понимаю. Вот сейчас Никита с ним разводит первый заказ. То есть вы хотите сделать так, как это свои силы, правильно понял? Да. Так, если у вас уже два человека? Если два человека достаточки, тогда один возит после Москвы, а... Угу, угу. Делки никто ни о чем не узнает. Не в этот момент у Саши отключилась камера в зубе. Да, это мне говорит, что телефон разряжается. Ауч. Так. Хорошо, а что ты хотел тебя спросить, про что это? Ну ладно, а как хотел нашему парню-спонсору привязать? А, ну это про локальный бизнес. Это про локальный бизнес. Интересует все истории. Если эта идея работает, то, конечно, интересует все истории, где ты работаешь именно с местным сообществом. Если ты здесь работаешь... Угу. Если ты здесь работаешь, то, конечно, интересует все истории, где ты работаешь именно с местным сообществом. Сейчас мы как попрощаемся ко всему интернет, то мы же доставляем кофе по всей России. Может быть, хорошо будет работать локальная история, а ты работаешь именно своим районом, со своим каким-то комьюнити. Да, прикольно. Я сейчас, Геннадий, на секунду не ответил, у меня что-нибудь тут. Водных нет. Новых. Окей. Я понял, чем ты занимался последние пару недель, кажется. Я понял, чем ты занимался последние пару недель, кажется, да? Но ты в последнем эпизоде рассказывал, что у меня копейного бизнеса ты еще развиваешь медиабизнес, не без моего участия. Раскажи, расскажи, да. Так. Ага, вот это мы... К этой теме мы вернемся попозже. Прикольно. О, да, давай, это классная история. Расскажи, как... Расскажи мне историю, давай я подвожу просто к этому, что... Я помню, ты в прошлом эпизоде рассказывал о том, как сделала рассылку смс. Со своим каким-то комьюнити. Да, прикольно. Я могу тебе еще одну штуку, чем я занимался последние недели, рассказать про то, как я облажался смс. Кофе у тебя... Так, оставлю пока эту подводку, возможно, потом ее совсем уберу. Пока оставлю. Пока не понимаю. И потом так хорошо даже получилось. Да, вот с этим все получилось неплохо, потому что мы отправились с москей людям, которые знают нас лично, которые дали свое согласие на то, что мы сгадали их телефоны. И все прошло хорошо. И было довольно много заказов с москей с рассылкой. Тем более, это первый смс за год. Мы там очень часто их не до машин. Но чем меня дернул, когда я сидела в состоянии, где я пытаюсь найти эту чертуру. Просто как не достучаться до сторонних людей и была готова пробовать все что угодно. И тут я написал человек, который говорит, слушай, я тут база кофейщиков, которые когда-то в кофейне или где-то я не точнял пробленности, оставили свой номер и разрешили отправлять смс. То есть это люди и другие кофейн? Да. Ты и другие кофейн? Ну, видимо, я не точнялся, это база кофейщиков. Так? Давайте продам базу 10 тысяч человек. Мне такая, ну, звучит так себе. Окей, давай просто потестим на первую тысячу. Давай просто проверим. Я такая, о, эти слова здесь у меня магически просто проверим, а если не понравится, мы сразу прекратим. Я взяла эту тысячу человек, нашла сервис, который рассылает смс-ки, закинула тысячу, чтобы рассылать смс-ки, тысячу человек. Блин, да что такое? Как это называется? Наверное, тоже кому-то дали. Опять кто-то звонил, не смешная шутка. Удаляем. Блин, да что такое? Мой номер, да, кто-то купил меня в базе, да, очевидно. Ну что, во-первых, у нас не было ни одной продажи? Блин, да что такое? Ну что? Ну что, во-первых, у нас не было ни одной продажи, а во-вторых, ну было два. Это не так страшно, это всего два из тысячи, но зато негатив был сильный. Одна девушка очень корректно написала в почту, теперь, ребят, можно мне больше не беспокоить такой херней? Ей, конечно, ответила, да, больше не будем, но я-то знаю, что ее телефон в базе, который продают на рынке. Так что мы-то не будем, но кто-то наверняка будет, сорян. Один парень позвонил Никите, прям матерился, орал и ругался. Ну, это еще было время, такой карантинный, все на нервах, и, видимо... И, видимо, наш смс-ка его добила окончательно. А Никита даже не знал про мокс- А Никита даже не знал про мокс- И, видимо, он не знал про мокс- А Никита даже не знал про мокс- А Никита даже не знал про мокс- А я не подумал, что на сайте указан телефон Никиты, и ему принетело об он был совершенно готов. А-а-а-а-а-а-а. У него даже есть автюха, где он меня об этом рассказывает, но там много мата. Давай ключик. Я не знаю. Ну, сейчас я, наверное, ее не найду так прям narrow-out. Так, сюда мы эту удюху вмонтируем. Она у нас уже тут лежит. Ну, сейчас я, наверное, ее не найду, так как надо. Я просто сюда ее ставлю. Там, по-моему, это чувак. Хорошо, я... Именно это вы не слышите. Потому что до Никиты это был просто внезапный наезд, нифига. Так что, да, вот так я облажалась. Так, здесь я еще нажимаю букву «М» и добавляю маркер. «NikitaSync». Чтобы не забыть, что сюда нужно будет вставить Никиту. Так что, да, вот так я облажалась. И без того, понятно, что с вас посылка это не... Хватит. Спасибо, Тальман. Сейчас попробую закрыть лишнее, чтобы ничего не тормозило. Вот Safari тоже закрыл. Может быть, это поможет. Такс, погнали. О, кажется, помогло. Ладно, короче, поняхали. Сделал и сделала. Никто не умер, слава богу. А что тебя вообще подтолкнуло к этому? Что с тобой было в этот момент? Что ты решила? Ну, вот две вещи. Во-первых, мне нужно научиться делать рекламу на стороне аудитории, а я это не умею. Я умею разговаривать с людьми и делать какие-то контентные проекты. Но это очень дорогая история. Потому что ты вкладываешь в кучу полезного класса контента. Я в Телеграм-канале. Примерно каждый день, позже, уже два года, какие-то вещи. И я стараюсь, чтобы они всегда были полезно-содержательные. И это же, считай, два года упороты работы редактора в высоком уровне. То есть, насколько это дорогой канал продаж. Но я умею только это. Я умею разговаривать с людьми и строить долгие отношения. И сейчас я иду в то, чтобы сделать то же самое в Инстаграме. Но я понимаю, что, значит, я свою профессию и начну еще делать классные, полезные видосы. И фотографии, и истории. А потом еще титок, автиток. Я еще буду придумывать суперкородкие новые видосы. О, я теперь меньше должна там одеть. Это явно самый сложный из возможных вариантов продаж. А делать прямые продажи, когда ты просто делаешь огромный красный баннер, купи-купи-купи. Вот этого я не умею. Но кто-то умеет, только у кого-то это работает. Я тоже так хочу. И явно ты не можешь получить новый результат, если ты делаешь ровно то, что ты делал всегда. Я знаю, как работает контент. Я знаю, что если я два года в телеканал-канал научился делать хорошо, то мы получаем такой уровень продаж. Если я сделаю то же самое в Инстаграме, мы, наверное, получим в два раза больше продаж. Но где эксперимент? Где инструмент, который я ни разу раньше не использовал. Поэтому для того, чтобы получить какой-то результат, который ты раньше не получал, тебе очевидно. Надо сделать что-то, чего ты раньше не делал. И надо быть довольно открытым. Ну иногда продолжаешь, когда пытаешься попробовать что-то, что тебе не свойственно. Ну и главное, если надо было подписаться, изменить всю свою жизнь и стратегию, одним разом, конечно, это не пошло. А тут это просто маленький эксперимент. Типа, готов ли ты кинуть 3000, чтобы узнать, да или нет, работает или нет? Конечно, да. Кажется, готово. Ну, например, мне поражается отношение... Несколько раз уже в нашем части в телеграме, в субзале ТикТок, и очень многие предприниматели пишут, да, да, да. Нет, может быть, я уже сказала, может тебе не приключится с... Просто одну тебе закину, только одну. Давай, может быть, да. Будет жуметь. Да, мне кажется, мгновение заканчивается. Ну да. Против, фристока. Да, да. Просто одну тебе закину, только одну. Мне стало целого, таких штук, но она недника понравилось. Ты можешь посмотреть видос... Сейчас. Ты можешь посмотреть, какой-то видос, и на него ответить. Например, там кто готовит кофе растворимый, обязательно. Субавилого, фу напалил кофе, вот так вот на самом деле. И твой видос подкрепляет... Прикрепляет... ты получаешь дискуссии ответить сразу они часто фантазируют и и и прикольно я даже не я не как девушки и парни обожаю спать, а спать любят меня чуть сердце но тут есть одна проблема, что у тиктока, насколько я знаю, очень хороши алгоритмы и они показывают тебе примерно то, что ты на что-то реагируешь, досматриваешь и все такое они прям хорошо это считывают и с одной стороны это клево, потому что постепенно твоя лента у тебя подстраивается но с другой стороны, возможно, ты узнаешь из себя что-то, чего был не готов узнать например, тикток решил, что мои интересы это корейцы и геи но тут есть одна проблема, что вот я боюсь заходить а, видосы именно на эти темы это было не так это было не так так, это я не знаю, понадобится или нет, возможно, это мы вырежем это 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 вот так что мне не показывают обосыные штаны и и и не хотел совсем я бы говорил еще про медиатему так впрягаешься и хочешь развивать медиабизнес трое классных ребят поиском поиском и и и так вот тут и кажется то и вот тут вот вот это мы отрезаем ну смотри, в итоге хочется прийти к тому, чтобы у нас была прям компания, которая делает подкасты и свои, и собственные, и прям специально специально для брендов вот это все и мы как-то к этому идем, у нас даже нашелся партнер, который мы еще нет, я не знаю, я просто понимаешь, что я тоже а мне хочется про историю потому что а а а ладно, давай попробую так а вот так даже вот это все мы вырезаем а скажи, что происходит с нашей бизнес-империей с нашей медиабизнес-империей когда мы даже начинали записывать этот подкаст, это был такой маленький эксперимент какая-то души на какое-то ресурсное занятие, я это называю то, откуда ты еще будешь дополнительное вдохновение и все такое но сейчас подкаст явно встал на ноги, мы знаем, как его делать, весь процесс Важная штука, которую я забыл сделать Надо часто сохраняться Прямо сейчас я это сделаю Теперь как-то спокойнее Мария спрашивает в чатике Про телеграм-чаты подкастеров Я знаю одно большое фейсбук-сообщество Подкастерское Сейчас скину ссылку Нет, попозже скину, наверное, утром Если вас там еще нет Называется подкасты и подкастеры, по-моему Там много классных людей Есть еще телеграм-чат Подкастерская переговорка Туда добавлять могут только администраторы людей Ну, я могу завтра спросить Сейчас подкаст явно стал на ноги Мы знаем, как его делать Мы много научились и даже запустили дополнительный подкаст И вот эта часть моей жизни меня довольно сильно увлекает Естественно, хочется сделать еще больше Поэтому мы с тобой И даже с еще одним парнем Пока надо об этом говорить Но вы на самом деле с ним же знакомы Он даже появлялся у нас в подкасте Мы хотим в итоге прийти к одной большой штуковине Которой мы усеяли как по нем Это будет студия, которая будет делать подкасты наши собственные Какие-то для души, какие-то для брендов по их заказу Все такое Мы к этому потихонечку идем Но для начала, если мы хотим, чтобы подкасты были именно делом А не только отдушные Надо научиться на них зарабатывать Ну, то есть, можно оставить их хобби Но если мы хотим сделать это именно большим делом Прямо компании Надо научиться это именно делать тоже Так что мы с Артуром последние пару недель Учились продавать рекламу в подкасте Артур, ну, про это ты знаешь больше? Может, ты и расскажешь? Да, мы... Вот тут я очень долго избивчиво рассказываю Надо будет потом это аккуратненько все чистить И выправлять Это будет, на самом деле Вот это будет самая более интересная часть работы Сейчас вы просто подкаст, можно сказать На ускоренной перемотке послушали все вместе Вот, а самое интересное будет потом Да, мы... На самом деле, последние пару недель Это для меня такое прям погружение Какой-то медиабизнес То есть я не... Хотя я занимаюсь подкастами уже почти два года Я никогда не смотрел на это с позиции Не знаю, я смотрел на это с позиции человека, который их делает Но не с позиции человека, который оказывает некоторую услугу другим компаниям или людям И поэтому сейчас, когда я... Что мы с тобой сделали? Мы сделали медиатит То есть мы сделали презентацию, которая рассказывает о том, какие у нас замечательные подкасты И дает в мир такое, некое предложение Что вот, что мы можем предложить компаниям, которые окажутся нам симпатичны И это уже само по себе такая безумная какая-то интересная работа То есть сам процесс, пока мы делали этот медиатит, это уже было интересно Сразу оказалось, что есть люди, которые готовы нам с этим помочь Пару эпизодов назад мы с вами просили вас запомнить небольшой вопрос Чтобы мы лучше понимали, кто нас слушает И спасибо вам огромное за то, что вы взяли и отозволились Думаю, очень приятно читать о том, откуда вы, что вам нравится подкастить, что мне нравится И это нам очень помогло Но самое смешное, что я когда делал этот вопрос Я просто совершенно не думал о том, как мы будем обрабатывать всю эту информацию То есть мы стали поступать ответы там 10, 20, 30, 80, 100 ответов на вопрос Я радуюсь, я читаю отзывы, мне приятно я представляю всех людей, которые все это написали А потом включилась программатика и нужно как-то на основе этой информации получить какую-то статистику И я такой, ну, еж Excel Да, это заправлять Да, еж Excel, сейчас я как сяду и как сделаю И понял, что у меня не получается Я просто не знаю, как это делать Вот, я написал знакомый Аня, Аня Марчук Она делает подкаст Слушай, как называется подкаст? Это вот стыдные моменты, когда забываешь Как называется подкаст Людей, которые тебе помогают Слушай, как называется подкаст? Это стыдно, поэтому я это вырежу Именно в такие моменты интернет начинает тормозить Да, я и тут вспомнил, что у меня есть Почук, она делает Аня Знакомый Вот, я написал И понял, что у меня не получается Я просто не знаю, как это делать Такие моменты, я понимаю, что они Не самый лучший рассказчик Я и тут вспомнил, что у меня есть хорошая знакомая Аня Марчук, которая делает подкасты Давай поговорим А еще она вместе с партнерками делает первое в России Показ-агентство Агентство, которое специализируется на продаже Клана в подкастах И я написал в видео, говорю Слушай, может ты знаешь, кого ты мог бы нам помочь Со статистикой И она посвятила как раз свою партнерку Машу Круглую Которая помогла нам Не только помогла нам все эти разрозненные ответы Перевратить в статистику Сейчас расскажу, что мы узнали Выдали, конечно, что-нибудь, чего ты не ожидал? Ну, общем, это тоже интересно Полозраст и это способность, но еще Чего не ждал Я не ждал, что больше из аудитории Это девушки Ты думаешь, что ты не ожидал? Я ждал, и можно тебя запомнить какие Это способность, но еще что-то не ожидал И можно тебя запомнить Это в табличке Чего я не ожидал? Я не ожидал, что большая часть нашей аудитории Это девушки, честно скажу Я не то, что об этом сильно думал Прикладывателя Да, но соотношение 60 на 40 Вот, то есть это довольно-таки мощно Вот, чего еще не ожидал? А, причем это в завоеве бизнеса Бизнес-робот мечты, что в этом подкасте Более практически 50 на 50 Вот, а я... Так Блин, ты меня подловил Чтобы сказать про какие-то вопросы Нужно пойти и почитать Потому что... Блин Потому что я вот не помню Все, все будет резонно комплементарно Вот Даже не знаю, что Такого вспомнить, сейчас игра может быть А, не понимаешь А, вот, вот, вот Что меня чего не ожидало Если говорить о возрасте, то что Как-то вот так, наверное, это будет Практически все в графе, что вам меньше всего нравится в нашем подкасте Написали то, что он редко выходит А мы ставимся выходить раз в две недели И раньше мне казалось, что это не так шумало Вот, теперь я задумался Но для тех, кто, кому мало Вот у нас раз в две недели уходит в своей бизнес Еще раз в две недели выходит бизнес-робот мечты И вот, если каждую неделю слушать Если слушать оба партия, то вы будете слушать каждую неделю Куда уж чаще Короче, для меня вся эта история про Если говорить про бизнес, то для меня вся эта история про диверсификацию Ну, то есть, это, наверное, не сам про нашу историю секунды Хотя, у меня сейчас получается, что я начал еще консультировать И это тоже такая какая-то интересная история Ну, короче, очень интересно, как Вот, короче, для меня вся эта история про Если говорить про бизнес, то для меня вся эта история про диверсификацию Ну, то есть, если это, наверное, не сам про нашу историю Очень интересно По диверсификацию Диверсификация, что это значит? Ну, диверсификация, это когда ты раскладываешь яйца по разным корзинам Вот, и сейчас у нас там интересы Я понимаю, но чем тебе этого хочется? Ну, мне это важно, потому что Вот мы сейчас с тобой затеяли эту историю с рекламой То есть, мы пытаемся научиться продавать рекламу в фаттастах И это довольно интересно Потому что это заставляет задумываться о том Какую ценность мы даем нашим слушателям С одной стороны И какую ценность И какие компании тоже могут предложить какую-то ценность Нашим слушателям Потому что если говорить о рекламе, то хочется, чтобы это была реклама Которая будет полезна и интересна людям, которые нас слушают Вот, плюс это, ну, как бы интересная такая авантюра В плане того, что язва А, говорят, что трансляция прервалась Как такое может быть? Сейчас проверим Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! А! У ютюбу что-то случилось? Он мне выдает ошибки а да все ок у меня просто когда я пытаюсь посмотреть вообще что происходит у меня youtube выдает 404 ошибку по клику почти на каждую ссылку это страшно кажется как будто интернет сломался я даже за скриншоте так ладно если вы это слышите напишите пожалуйста работает ли все нет не талиман мест трансляции веселее поэтому я не буду отключать осталось немножко на самом деле домонтировать первого захода потом наверное надо будет пойти спать я сейчас убедюсь того кто не мог как я закрою сафари снова потому что кажется без него все работает намного быстрее окей погнали дальше потому что я за последнее время познакомился огромным количеством директоров по маркетингу и пиару больше чем за всю предыдущую жизнь вот но так как для меня подкасты это в общем-то моё единственное занятие в плане бизнеса то я заставлюсь диверсифицировать риски и разложить яйца по разным картинам поэтому сейчас я работаю над онлайн курсом по подкастам который запустится уже вот совсем скоро я начал делать проводить платные консультации для людей которые делают подкасты или для компании которые хотят запустить но не понимают что не так и это я об этом объявил и это стало очень прикольно то есть когда ты заявляешь о чем-то миру и мир начинает тебя отвечать и оказывается что то что ты предложил оно востребовано это очень интересный опыт и сейчас на консультациях это прям прикольно получается то есть ты как сказать мне рассказать такую вещь что я человек о которого очень приятно думать вот давай про инстаграм что вы тоже подумали Миша, у меня прям теплоположная история каждый день начинается с того что я беру список своих проектов они все очень разношенны то есть мы делаем онлайн магазин зерна сейчас заканчиваем открывать свою оффлайновую точку еще мне хватит открываться пойти поработать я думаю ну наверное надо бы потому что у меня же деньги а так что-то у меня опять начинает тормозить Я стремлюсь диверсифицировать диски и я Вот давай про инстаграм что вы тоже подумали Миша, у меня прям теплоположная история каждый день начинается с того что я беру список своих проектов они все очень разношенны то есть мы делаем онлайн магазин зерна сейчас заканчивается карантин и нам наверное надо обратно открывать свою оффлайновую точку еще у меня хватит в корпорации пойти поработать я думаю ну наверное надо бы потому что мне нужны деньги а история с подкастерской только в зачаточном состоянии онлайн магазин будет раскручиваться какое-то время Каждый день начинается с того что я беру список всех своих Каждый день начинается с того что я беру список всех своих проектов и пытаюсь понять которым из них я буду заниматься сегодня и в каком объеме насчет диверсификации и то что ты называешь диверсификации я называю любым хаосом сейчас я открою списочек он называется у меня формат дня и тут список типа как мне составить свой день первое это проверить в Facebook, Instagram, почту в принципе уже это можно занять полдня дальше нужно сделать какую то лягуху об этом Kom번я я уже рассказывала лягуха это маленькое оперативное дело которое ты всегда откладываешь надо хотя бы одну пробовать в день и дальше собственно план из моих 6 проектамиijke учить фриланс у меня есть самый фриланс который меня только совет и надо его делать во время-in-known сроки трудоусроativa мне оказалось несколько корпораций и это какой-то длинный процесс где я прохожу собеседование и practiced и пытаюсь понять насколько хорошо я буду работать в офисе и насколько это соответствует моему плану прямо сейчас студия подкастов которая стараюсь госп��στε detalman Мэном тоже Motor лишь тревять отвлечение продажа рекламы подкастов о чем ты сейчас рассказал собственно мой бизнес и сейчас и gesam И это настолько много и настолько диверсифицировано, что сейчас, кажется, я в том этапе, где мне нужно взять большую щитесак и начать просто отрезать куски, понять, что в вашем направлении вложится, а что надо беспощадно отрезать. Так что я иду в пути по-моему. Слушай, да на самом деле, я тебя на самом деле полностью понимаю, потому что я тоже чувствую полнейший хаос, и просто это как бы вынужденная диверсификация, наверное, получается. И с одной стороны, с другой стороны, спонтанно и стихийно, потому что все, о чем я тебе говорю, оно вот как-то, ну то есть рекламу в подкастах, мы как-то внезапно решили продавать курсы онлайн, тоже как-то сами сводились, ребята пригласили сделать консультации, но просто на самом деле приходите за консультацией, подумали, ну значит я тебя еще этим занимаюсь. Вот, и это все как-то само происходит, но я прекрасно тебя понимаю, у меня тоже голова начинает трещать, прошло. Да, потому что в каждом из этих пунктов там же еще подпункты, а что именно надо сделать прямо сегодня. Иногда я пока, например, только вспомнила, мы же запустили процесс, делаем брендированные кружки, и дизайнер написал еще три дня назад, и я забыл ему ответить, он сейчас сидит и ждет, это все затягивает, надо ему ответить, и вот, а-а-а, гребаный хаос. При этом не очень-то Никита поддерживает мою идею по отрезанию целых кусков, например, мы с ним обсуждали, надо ли я заново открыть офлайновую точку, а вверх не факт, что у нас это получится, я не знаю, что для нас еще в ВЦ, я не разговаривал об этом с Вичаром и с ОХО, но если да, хотим ли мы этого? Я такая, Никита, зачем? Он такой, ну это же, а почему нет? Я такая, ну, наверное, потому что это генерит огромный поток задач, типа сломалась такая выжималка. Ну, наши девчонки довольно самостоятельно, говорит мне, Никита, а ему у тебя связь с ним. А, ну подожди, если никто не контролирует, что происходит в бизнесе, он очень быстро начинает минусить. Тогда я поставила просто так, Никита, ты готов в доле делать эту точку оффлайновую, чтобы, если мы облажаемся, если мы не сможем ее контролировать, она идет в минус, это был наш такой общий минус, и вот тут-то он и призадумался. Потому что до этого ему казалось хорошей идеей открыть точку, просто а почему бы и нет, без очень конкретного обоснования, зачем тратить на это свои силы. Так что, ну я такая же, как Никита, я тоже каждый раз, когда накидываю в себя каких-то задач, я руководствуюсь принципом, почему бы и нет, а потом просто пухну. Сейчас надо включить Манхаммер такой и просто пройтись по этому списку и что-то, пожалуйста, уничтожить. Слушай, ну давай тогда бери свой часак, иди поговори с дизайнером. Давай будем заканчивать? Я, мы с тобой в таких резервах обычно, концов. Давай будем заканчивать? У нас, меня зовут Артур Глазовский. Да, ты слышишь меня? Прости, я знаешь, я почему, да, да, я подвисла, я подвисла. Насчет того, когда я рассказываю о том, как я не хочу. Ну, давай. Хорошо, мне просто кажется, что это довольно интересная драма, типа, пойдет ли Саня снова работать в офис или все-таки будет. А, давайте я тебе расскажу про это чуть подробнее, может тебе хочется поставить. У меня сейчас два больших вопроса, которые я вам ставлю. Сейчас два больших вопроса, которые я пытаюсь решить в ближайшие две недели. Первое. Открываем ли мы офлайновый бизнес или мы уже поняли, что мы оставимся в онлайне? Я думаю, что очень многие предприниматели сейчас с тем же вопросом. С офлайном много проблем, непонятно, как быстро вернется в колею трафик и стойки вообще в это вкладывать, если ты уже немножко научился работать в онлайне. Это вопрос, который я пытаюсь решить. Делаю не только в конкретной точке внутри бизнес-центра, но и остальные точки. Надо открывать что-то еще офлайновое или надо все сил бросить онлайн. Я не знаю. И второе. Я пытаюсь понять, стоит ли мне сохранять тот баланс, который обычно. Обычно я частично работаю на каких-то фрилансах или в компании и частично получаю деньги от собственного бизнеса, но может быть сейчас хорошее время полностью уйти в собственный бизнес или, наоборот, делать его по столько-поскольку, а в большей части убросить на работу где-нибудь в найме. И в компании частично получаю деньги от собственного бизнеса, но может быть сейчас хорошее время полностью уйти в собственный бизнес или, наоборот, делать его постольку-поскольку, а в большей части его бросить на работу где-нибудь в найме. И решить очень сложно, потому что, ну, честно говоря, когда я задалась вопросом впервые, я отправилась в наш предпринимательский чатик в Телеграме, я была уверена, что в предпринимательском чатике все скажут, блин, камон, все возможности открыты, вся карта у тебя на руках, иди, делай бизнес. Но нет, большая часть ребят написали, типа, если бы у нас сейчас была возможность пойти на какой-то хороший офер в офис, мы бы так сделали, потому что сейчас хорошее время отсидеться во время кризиса, не вкладывать деньги в сомнительные какие-то начинания, а лучше делать то, что уменьшишь и любишь в офисе. Вот так вот, фидболки, получил от предпринимательства, я даже не знаю, что делать. И только, кстати, Лев Пикалёв, он Пикалёв? И только Лев Пикалёв из Покастерской... И только, кстати... И только Лев Пикалёв... И только Лев Пикалёв... Ну, совершенно противоположное, типа, у тебя есть навык, у тебя есть некоторые профессии, которые ты прочно овладеешь, в офис ты сможешь пойти всегда. И если прямо сейчас острая необходимости нет, тогда зачем? Я не знаю. Оставь меня с этим размышлением, я не знаю. Может, ты мне что-то... Да, я... Ну, слушай, я раньше всегда говорил, что там, если не сложится с каким-то новым начинанием, с редактурой, когда я ушел с постоянной работы, стал сначала фрилансовщим редактором, потом редактором в одной компании, потом в другой, я всегда говорил там, ну, если с редактурой не сложится, пойду в Магдак работать. Потом, если с подкастами не сложится, ну, буду стены красить. Ну, мне нравится красить стены, и вроде неплохо получается. Ну, то есть всегда... Ну, то есть я, скорее, тут на стороне Льва, хотя, потому что действительно, там, есть куча... И у тебя у меня есть куча знаний и навыков, которые можно продать в офис или на стройплощадку. Вот, но... Но мне кажется, вот уже когда ты чувствуешь вкус, вот это какой-то... То есть это какая-то... Это свобода пойти и что-то делать. Вот тебе взбело в голову, ты пошла и делаешь. И ни с кем не советуешься, никому не спрашиваешь. Вот, просто щупаешь мир. То есть вот то, что мы сейчас подкастами делаем, да, это мы щупаем, мы закидываем какие-то идеи в мир, говорим, вот, а давайте мы можем для мира делать вот это, и мир такой, а почему бы нет, или нет, неинтересно. Наемная работа очень редко получается такое делать. Вот, и мне кажется, что... Ну, видишь, у меня совершенно другое отношение к этому, потому что когда я работаю в офисе по найму, это никогда не унылое въемование, простите. Это всегда, когда проектная работа, я отношусь не ровно так же к своему бизнесу. Вот как я делаю лендинг сейчас для своего бизнеса, для доставки точно так же, я его делаю в компании. И вовлеченный стаж, и интересный стаж, и обычно полномочия не меньше, потому что, хотя в офисе ты не один решаешь, но я обычно на каких-то руководящих позициях работаю. А в своем бизнесе, хотя кажется, ты самый главный босс, но у тебя есть партнер, у тебя есть налоговая, у тебя есть чиновники, тебе могут тупо чиновники сказать, чувак, работать не имеешь права, увонять людей не имеешь права, а тебе могут просто не сказать, чувак, работать больше не имеешь права, а заплату и аренду продолжать оплатить, потому что мы придумали такие правила. И все. Насколько ты чувствуешь, что я свободна в этом моменте? Потому что это тоже какая-то прикольная авантюра. Вот, и мне кажется, если второе, это твой вариант. Тут есть такая штука, что когда я подношу кому-то, это противоречие типа в найм или предпринимательство. Мне говорят, ну а сколько ты продержишься в найм, тебе же там, наверное, скучно. Мне вообще не скучно. Когда ко мне пришли ребята из компании и сказали, давай пособеседуемся, я такая, ну прикольно, на творче мы пообщаемся, может, продам вам рекламу в подкасте. Пообщались, а они прикольные. Ну да, они прикольные. Они такие, а тебе не сложно будет сделать тестовое? Мне сложно, мне вообще не сложно. Я открываю, а там интересные задачки. Я ловлю себя на том, что уже три часа ночи, а я не могу оторваться, потому что мне просто тупо интересно мозговать эту задачку. Мне вообще не скучно. Но они все удивлялись, почему я им все тестовые присылаю раньше, чем срок, который ставлю. Потому что я начинаю делать, не могу остановиться, пока не доделаю и отправляю, когда готово. Поэтому да, это не история про то, что страдануть в офисе или как-то подпринимательство. Нет, я выбираю между двух очень хороших вариантов. Но я пока не знаю, что же я с этим выберу, потому что, ну нельзя делать все вот эти шесть штук, которые у меня сейчас написано в платноте. Нет, это чересчур нужно сконцентрироваться на чем-то. Это, кстати, я боялся, что в моем работе как предпринимательство ты продаешь свои часы. Я продаю не часы, а обязательство выполнить определенную задачу. Ну то есть в моем случае не полчаса, что я прихожу и просто сижу за компьютером 8 часов и ухожу и за это получаю деньги. Обычно если я нанимаюсь, то на решение конкретной задачи, которая мне нравится. Так что это потребует вовлечения. Хорошо. Ну так, ты все равно продаешь часы из своей жизни, которые ты тратишь на эти задачи. Это правда. Кстати, у проекта связано с малым бизнесом, конечно же. Класс. А теперь, значит, будет материал для подкаста. Это все, о чем я думаю, в этой ситуации. Окей. Ну что, давай будем записывать консольчику? Да. Ну, в общем, сначала представляемся, а потом... Да, давай ты скажешь, что это был подкаст «Заварили бизнес» вместо Сашеволкова. Я про Глазовский. Говорим, где подписываться и куда читать. Да. Окей. Это был подкаст «Заварили бизнес». Я Сашеволкова. А я про Глазовский. Если вам нравится то, что мы делаем, подписывайтесь на нас в Apple Podcast, как с Бокси, яндекс, музыки, Spotify, ВКонтакте. Нет, давай еще раз. Подписывайтесь на нас везде. Если вам нравится то, что... Подписывайтесь на нас везде, где слушайте... Подписывайтесь на нас везде, где слушайте подкасты. Если вам нравится то, что мы делаем стать оценки, оставьте отзывы. Это помогает людям узнать о нас. А еще подписывайтесь на нашу страницу на Патриболе. Там вы можете поддержать нас рублем, точнее, долларом. Недавно мы, кстати, сделали там некоторые изменения. Теперь можно вот... И теперь всего за один доллар в месяц можно получить доступ ко всем дополнительным материалам. Некоторые изменения. Теперь можно... Теперь можно... Теперь можно... И теперь всего за один доллар в месяц можно получить доступ к всем дополнительным материалам, которые мы туда выкладываем. А мы выкладываем прагменты, которые не вошли в основной подкаст, а их много. А еще обязательно подписывайтесь на Инстаграм. А еще обязательно подписывайтесь на Инстаграм заварили. Да, и покупайте зерновый талантмагазин заварили.ру. Да, главное новость. Скажите, что ты запустила доставку в по всей стране. отлично так, теперь момент истины, возвращаем исходный темп час 10 час 11 осталось, ну не очень много мы сократили, наверное минут 20, 15 всем остальным займусь уже завтра с утра завтра уже будет проще Будет более тонкая работа. С широкими мазками все сделали. Завтра будет самое интересное. Наверное, тоже буду делать стрим, потому что так мне будет веселее. Спасибо всем, кто был со мной сегодня. Было очень приятно. Тельман, Мария, Артур, спасибо, что смотрели и слушали. Увидимся завтра. Спокойной всем ночи. Ну, а если вы будете смотреть это не ночью, то просто спасибо, что досмотрели до конца. Все, пока-пока. Продолжение следует.